Возвращение в школу Каким образом мы обеспечим безопасность сотрудников и учащихся во время очного обучения? Шаг 1. Самодиагностика дома. Шаг 2. Вход в автобус. Шаг 3. Вход в школу. Шаг 4. Вход в класс. Шаг 5. Медицинские пункты и помещения для лиц с симптомами. Шаг 1. Самодиагностика дома. Родители обязаны осмотреть учащихся в целях выявления основных симптомов COVID-19. Температура стоит 4 градуса по Фаренгейту или выше. Необъяснимая отдышка. Появившийся или недиагностированный кашель. Появившаяся потеря вкуса или обоняния. Ознов. Другие исключаемые симптомы. Рвота. Диарея. Недиагностированная осыпь или повреждение кожи. Контактирование с переносчиками COVID-19. Учащиеся, создавшие положительный тест на COVID-19, должны самоизолироваться дома. Учащиеся, тесно контактировавшие с лицом с подтвержденным диагнозом COVID-19, должны соблюдать домашний карантин. Тревожные признаки, на которые следует обратить внимание. Затрудненное дыхание. Постоянная боль или сдавленность в груди. Появившаяся спутанность сознания или неспособность проснуться. Синеватый цвет губ и лица для светлого цвета кожи. Сероватый цвет губ и лица для темного цвета кожи. Другие серьезные симптомы. Если Ваш учащийся чувствует недомогание, свяжитесь со школой. Медсестре может понадобиться дополнительная информация. Шаг 2. Вход в автобус. Учащиеся ездящие в автобусе проходят визуальный скрининг, проводимый водителем автобуса. Водитель обращает внимание на необычный цвет кожи, необычное поведение, появившийся или интенсивный кашель, респираторные симптомы, отдышка, озноб, рвота, болезненный вид. Шаг 3. Вход в школу. Ожидая своей очереди перед входом в школу, не забывайте держаться на расстоянии 6 футов, надевать маску или закрывающее лицо приспособлением. Перед входом учащихся в школу, школьный персонал проводит их визуальный скрининг. Шаг 4. Вход в класс. Опасность учащихся в классе. Расстояние между парком составляет 6 футов. Учащиеся носят маски. Учащиеся моют руки или используют антисептик для рук при входе в класс. Учащиеся не используют те же самые приспособления. В целях минимизации контактирования учащихся, они находятся в составе постоянных групп. Шаг 5. Домой учащийся будет находиться в помещении, отведенном для лиц симптомами. Помещение для лиц симптомами. Согласно указаниям в отношении COVID-19, помещение для лиц симптомами должно быть отдельным от имеющегося медпункта. В таком помещении должна обеспечиваться соответствующая вентиляция. Персонал обязан надеть маски, закрывающие лицо при приспособлении. Должны быть в наличии соответствующие физические барьеры, соблюдаться социальная дистанция и конфиденциальность. Благодарим за просмотр!